Всем привет! Сегодня я расскажу, как использовать джойстик и ардуино. Параллельно с этим я расскажу, как собрать подобную штуку, которую вы видите сейчас на экране. Для этого нам понадобится ардуино нано, шил для ардуино, также нам понадобятся сервомоторчики, сам джойстик, светодиод и реле. Я использовал на 4 канала, но достаточно одного. Я его использую для примера, чтобы показать, как работает кнопка на самом джойстике. Джойстик имеет вот такой вот вид, имеет контакты подключения к землю, плюс 5 вольт, контакт, который отвечает за ось Х, контакт, отвечающий за ось У, и контакт, который отвечает за кнопку. Пластиковую накладку с джойстика можно легко снять. В ней находится металлический штырёк, который отвечает за управление оськами. Также по нажатии на этот штырёк можно нажимать на кнопку, которые позволяют управлять различными устройствами. Также этот джойстик легко управляется и вращается на все 360. Все наши компоненты необходимо соединить между собой согласно схеме, которую вы сейчас видите на экране. Приступаем к сборке. Так как я использую модуль расширения для ардуино, а не макетную плату, то скорость сборки увеличивается. При подключении джойстика необходимо учесть, что контакты для оси необходимо подключить к аналоговым контактам, а для кнопки – к цифровому. Контакты питания подключаются как обычно. Для подключения оси я использовал первый и второй аналоговые контакты, а для подключения кнопки. После подключения все это выглядит следующим образом. Внешний вид не очень, и я решил разместить это на куски органического стекла. Сверлить отверстие не было желания, и я решил использовать термоклей. Термоклей использовал, потому что с ним легко работать, он быстро застывает, и в случае необходимости его можно легко ототрать от наших изделий, чтобы их использовать повторно в других проектах. Свероприводы я наклеил один на другой, чтобы показать, что можно работать с двух плоскостях. На мой взгляд, единственным минусом термоклея является то, что за ним остаются тонкие следы, как паутина. Для большей наглядности я приклеил светодиод к одному из сервоприводов. Следующим шагом является написание кода для нашей системы. Ее, как обычно, пишем в среде разработки Arduino IDE. Далее будет объяснение кода. Первым делом нам необходимо подключить библиотеку. Библиотеку мы используем для работы с сервом. Она называется Servo Edge, и я ее приложу к описанию видео. Далее нам необходимо определить контакты, которые мы будем использовать. Указываем, что аналоговый мы используем для сей джойстика, цифровой второй мы указываем для работы с кнопкой, а четвертый и пятый цифровый мы используем для работы с реле и светодиодом. Также нам необходимо создать булевые переменные, которые мы будем использовать в нашем коде, для работы с джойстиковой кнопкой на проверку нажатия. Также создаем два объекта, Servo1 и Servo2, для работы с нашими сервомашинками. После этого нам необходимо перейти к функции Setup, в которой мы укажем предварительные настройки нашей системы. Указываем, что реле и светодиод являются выходами, а контакты X, Y и кнопки нашего джойстика входами. Также указываем, что положение кнопки будет высокое, и положение реле тоже высокое, а положение светодиода будет низкое, то есть выключено. После этого указываем начальные положения наших сервомашинок. Для сервом... Ошибся, извиняюсь. Мы указываем контакты, к которым будут подключены наши сервомашинки, а затем мы указываем начальные положения наших сервомашинок. Для первой мы указали 90 градусов, а для второй нулевое. После этого мы не можем переходить к функции Loop. Здесь мы проверяем булю функцию Now с тем, что пришло от кнопки, которая подключена к цифровому контакту. И после этого в условии оператора If мы сравниваем нашу Bat с Now. Если все так, как мы задали, делаем задержку в 10 миллисекунд, это для избежания дребезга кнопки. И далее присваиваем нашей Now то, что получили из кнопки. И далее опять в условии If мы проверяем наши значения, которые мы задали на совпадение. И если совпало условие, то включаем или выключаем. И то же самое делаем для светодиода. После этого мы присваиваем кнопке ватт то, что мы получили. И выходим из этого оператора условия. Теперь нам необходимо считать значения с осей X и Y. Делается это следующим образом. Переменные, которые мы задали, X и Y, мы присваиваем то, что приходит из аналогового входа. И дальше этим переменам мы присваиваем, мы их преобразовываем в нужные нам значения при помощи функции Map. И то, что уже получили, мы записываем в значения серво 1 и серво 2. То есть на данное положение они будут переворачиваться. После этого загружаем скетч в Арблина и переходим к проверке работоспособности. Как видите, при использовании джойстика наши сервомашинки имеют свое положение в зависимости от того, в какую сторону и какую ось мы используем. При нажатии на кнопку загорается стадиод и загорается реле, то есть включается реле. И об этом символизирует красный стадиод на нем. Не обязательно использовать стадиод, как использовал я, но это для наглядности. Угол поворота верхней термомашинки небольшой. Это все ограничивается в коде. Я сделал минимальный, просто показать, как это работает. Как видите, при изменении положения джойстика изменяется и положение сервомашинок. Всех благодарю за просмотр. Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.